Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, а также граждане и товарищи! Итак, наша вторая лекция цикла. Третья лекция из нашего плейлиста о достижениях Российской межрисциплинарной естественно-научной школы. Хронологические концепции истории Европы. Логическое продолжение предыдущей лекции под названием «Логический формализм реконструкции истории человечества». Сразу же один очень тонкий технический момент. Он касается того, что записывать в видео-виде наши лекции нам приходится в условиях дня, в условиях отсутствия оборудованной студии. Такова печальная реальность. Конечно, ночь лучше, чем день, тем не менее. Солнце очень ярко светит, причем с очень нежелательной стороны. По этой причине лицо вашего покорного слуги будет видно достаточно плохо. И очень часто это лицо, эта говорящая голова будет исчезать вместе с телевизором роскошной фирмы-производителя. И будет просто звучать голос за кадром. Все как добры, привыкните к этому, дорогие зрители. А я еще раз выражаю чувство неловкости. Итак, за дело. Когда мы углубляемся в безбрежный океан древности, мы рискуем столкнуться с очень большим массивом имен собственных. И с очень большим массивом названий разнообразных источников. Здесь, по причине абсолютной неактуальности данного материала в сегодняшний день, я специально не буду называть конкретные названия этих источников. Дело все в том, что это все абсолютно необязательно по той банальной причине, что мы можем создать текстовую версию статьи. И ссылку на текстовую версию статьи мы можем видеть в ее описании. Здесь как-то никаких проблем не возникает особых. Никакой конкретности как таковой не ощущается с борьбой за постижение истины. Начать непосредственное изложение материала лучше всего с того, что у нас есть некая ось мировой истории, традиционной истории, которая описана различными хрониками. Как конкретно возник жанр глобальных хроник, мы к этому еще вернемся в одну из следующих лекций. Немножко забегая вперед, я хочу сразу сказать, что главной хроникой в истории человечества является глобальная хроника Евсегия и Иеронима. О ней более подробно можно узнать и в материале «Как возникла глобальная хронология». Это научно-популярная версия диссертации «Ваши покорные услуги», и мы продолжаем дальше. И, соответственно, эта хроника, она была доведена, изначально где-то ей приписывается, что она была доведена примерно до IV века. Далее у IV века было некоторое количество ее продолжателей. Как удалось установить автору, на основании произведения биографа Жозефа Жоса Скалегера, американского профессора Энтони Графтона, непосредственно продолжателем Евсегия и Иеронима был Проспера Квитанский, причем самое интересное, он имел двух продолжателей. Известны также среди этих продолжателей Виктор, Гитаций, Марселинус Комикс. И одним из самых ярких продолжателей считается Иоанн Бекларский или Иоаннес Бекларум. Это все мы изображаем на схеме. И где-то самое популярное продолжение этой хроники, Евсегия Иеронима, она оно приписывается Матео Пальниери. Он ее примерно продавал с V по XV век. И, соответственно, после этого издал, если, соответственно, издание этой хроники есть. Принципально здесь было бы следующее. Мы можем перерешать хрониста за хронистом. Этот процесс имеет массу аспектов. Один из этих аспектов. В чем он состоит? Он состоит в том, что какой-то хронист, он описывает, как правило, события на своей территории, какую-то территорию поделить замкнутую. И параллельно с ним на другой территории, другую географическую область, другую территорию, описывает другой хронист. Поэтому они как бы работают одновременно или почти одновременно. Есть характерное время начала, характерное время окончания у каждого из них. И можно условно каждую историческую эпоху просто описать таким параметром, как совокупность хроник, описывающих тот или иной период. Что касается уже упомянутой хроники Евсевия Иеронима, то она начинает свое повествование примерно с 2016 года. И она повествует о многих весьма-весьма маргинальных царствах. И более-менее на исторический мейнстрим она выходит где-то примерно с 1945 года до н.э., когда начинается повествование о так называемой Римской империи. Историография так называемой Второй Римской империи. Зыждется от таких источников, как Светоний, Страбон, Диумкассий, Диктайд Факта Валерия Максимова, что на русский лучше перевести, как слова и дела Валерия Максимова. Среди менее значимых можно ознать Галяуса Патеркулоса и Флореса Питомера Раврум Равановру. Ну и последнее, нужно сказать, что приписывается появление то ли при Августе, то ли при Адриане, к которым в свою очередь приписываются годы правления от 117 до 138. Далее традиционная история нам предлагает поверить существование Иосифа Флавио, Плутарха, Фронтена и Плиния. К книгам последнего приписывается гибель и позднее восстановление так называемой империи Флавио. Ну и последний исторический участок так называемой Второй Римской империи, согласно традиционной истории, которая покрывает период от 96 до 282 года, приписывается Энею Спартиану, Геродиану, Юлию Капитолину, Тациту, Юстину и Опиану. Все компиляты. Что касается так называемой Третьей Римской империи, то основными источниками по ней являются уже упомянуты неоднократно Евсевия Иероним, как автор глобальной хроники, а среди источников более локальной можно отметить того же самого Абреля Виктора, Капроспера-Кританская, Евтропия и Павла Орозия. Все эти источники как один компиляты. Николай Александрович Морозов, он очень не любил копаться в источниковедении Второй Римской империи, он просто рассмотрел Вторую Римскую империю как некий совокупный блок, и он подверг Вторую Римскую империю, Третью Римскую империю определенным сравнением между собой. Оспошление изображенного на этом рисунке породило достаточно занятное направление в исследовательской деятельности, породило направление исследования династических параллелизмов, и Российская межрисциплинарная естественно-научная школа в этом направлении достигла определенных успехов. Мы в обязательном порядке к этой теме еще вернемся. После Второго периода, который в традиционной истории считается периодом падения Римской империи, наступает несколько другая эпоха, эпоха Мировингов, эпоха Мировингов сменяется эпохой Карла Великого и эпохой Каролингов, о котором было приписано правление после Карла Великого, и в любом случае и те, и другие хроники, они описываются определенным периодом. И, соответственно, мы можем их условно изобразить на некой временной оси. Мы просто глобальную ось разбиваем на удобные для нас хронологические интервалы, чтобы было удобно оперировать. А сейчас мы тихо и спокойно, когда мы уже разбили всю мировую историю, это нужно развивать, как известно, не до бесконечности. Мы разбиваем до периода массового появления актовых источников, где методы математической статистики уже не будут работать, где будут работать методы традиционного источниковедения, и что, соответственно, где будут работать методы традиционного источниковедения, и что будет происходить после этого. После этого мы будем брать хронику за хроникой. Ну и теперь мы возьмем несколько наиболее колоритных версий реконструкции, которые выдала мировая, действительно, научная школа. Их немного. Версия номер один традиционная. Мы на ней не останавливаемся. Читаем традиционную учебную историю. Версия номер два. Николая Александровича Морозова. Он по итогам анализа всех затмений, которые он нашел в древних источниках, решил выводу, что вся история вплоть до 4 века, до новой эры, она сквалифицирована. Она не является достоверной. Именно поэтому он наиболее достоверной историей читал ту период мировой истории, который начинался с того как у 4 века. Идем дальше. Следующая версия реконструкции. Итак, версию реконструкции Николая Александровича Морозова мы изобразим примерно так, как мы ее изображаем на этом рисунке. Следующая версия реконструкции, это та версия реконструкции, которая вышла из-под пера немецкого представителя естественно-научной школы Герриберта Ильника. История германо-язычной естественно-научной школы исследований общественных процессов, исследований древности, она достаточно сложна. Полна тоже самое неожиданных несколько поворотов. В любом случае, неким соединительным изменом между русской и немецкой школой был русскоязычный эмигрант Евгений Яковлевич Габович, который шел к нам в 2008 году и оставил после себя книгу под названием «История под знаком вопросу». Ее обложку мы сейчас вам показываем. И взгляды Герриберта Ильника состояли в том, что он в своих книгах был ли вообще Карл Великий и изобретенный в Средневековье, подвергал личность Карла Великого сомнению. Это, собственно, его право. И если он подвергал личность Карла Великого сомнению, то он считал, что просто весь информационный блок, который связан с Карлом Великим и Каролингами, он просто вставлен, является более поздней ставкой. Что касается других, более древних периодов, как у меня создалось впечатление, он в них не влазил. И, в основном, он опирался на традиционные информационные блоки. Что мы делаем в таком случае? Мы в таком случае берем и сдвигаем весь хронологический материал, который приходился до эпохи Каролингов, на хронологические, более поздние времена. А то, что находится у нас в более поздние хронологические времена, которые лежат после империи Каролингов, мы составляем без изменений. Вот таким образом мы получаем версию реконструкции авторства Херриберта Иблига, которую мы сейчас вам показываем. Теперь дальше наши дорогие замечательные пиарщики и в отдельных проявлениях ученые Анатолий Трофимович Шарменко и Глеб Владимирович Носовский, как известно, очень не любят считать достоверным первое тысячелетие, и хоть как-то упывают на какую-то достоверность в эпохах типа XI века и дальше все идущее к нашим временам. Поэтому мы эту версию реконструкции припишем именам Фоменко и Носовского и благополучно назовем версию реконструкции их именем. И назовем версию реконструкции их именем. Ну и, наконец, взгляды вашего покорного стуги. Взгляды вашего покорного стуги достаточно короткие, достаточно логичные. Дело в том, чтобы они выглядели маловариско-диалектично, они состоят в том, что любой достоверностью, о любой достоверности исторических событий можно говорить строго после того, как у нас есть актовый материал. Массовый актовый материал в истории Европы, как известно, начал появляться строго после XIV века Всеверной Италии от XV века во все остальные Европы. Более подробно мы эту тему постараемся осветить в работах установления мировой хромологии. И там достаточно колоритные репещи начинают проскакивать. А сейчас, а сейчас ваш покорный слуга чертит скромненько свою версию реконструкции, наносит ее на рисунок, и будем считать, что задача сегодняшней лекции нами отработана. Здесь один маленький-маленький тонкий момент. Иногда представители российской неждисциплинарной научной школы подвержены нигилизму. И будучи подверженными этому нигилизму, они на полном серьезе считают, что все-все-все источники, как нарративные, так и актовые, вплоть до эпохи XIX века, являются источниками сфальсифицированными. Автор видеоматериала их называет нигилистами, но, тем не менее, он считает, что ту версию реконструкции, которая вырисовывается по ходу потуг их мук творчества, можно назвать нигилистической. И мы ее тоже отражаем в нашем материале. Что касается следующей лекции, мы постараемся сделать ее максимально интересной. В ней пойдет речь о том, как было бы неплохо, чтобы исследователи на должном уровне критичности относились к тому нарративному материалу, который им попадается подруги. Она четко покажет, что иногда хронисты ошибались, иногда хронисты от собственного бессилия допускали очень серьезные ошибки. И очень часто допускали элементарные логические ошибки, логические просмотры, извивки, как угодно, в тех повествованиях, которые они после себя оставляли. Какой вывод мы можем сделать из этих извивков, это тема для исследования весьма небанального. И дальше мы идем. Допустим, допустим, не все из них были добросовестны, были из них откровенные лжецы, задачи которых входило дезинформировать публику. Например, какой-то хронист берет и отсылает какую-то хронику на тысячу лет назад. Там вытирает циферку 1 в номере года, который означает тысячелетие, и все, пожалуйста. Хроника растаяла как дым. События в эпоху 16 века растаяли как дым, они перенеслись в эпоху 6 века. Или еще древнее вопрос. А неужели он просто так не оставлял после своих художеств каких-то надсигналов? Оказывается, оставлял. И в следующей лекции пойдет о методе эмотивизма, который, если бы кратко звучало бы так, применение приемов математической логики и литературоведения. А если уж совсем на бытовом языке говорить, то лжец не может лгать единожды. Если он салгал единожды, он в обязательном порядке салжет еще в один раз. И доверие к нему резко остынет. Это будет весьма интригующее. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.